здравствуйте уважаемые родители сегодня мы поговорим о важности креативного мышления здравствуйте я видела ваши труды они все замечательные и поэтому я хочу у вас спросить что такое креативность творчество творчество это такой вид деятельности в результате которого получается качественно новое уникальное и если речь идет о настоящем творчестве то результат творчества невозможно знать заранее или предугадать потому что сам процесс творчества он очень завлекает поглощает человека мы узнаем что-то новое да согласно гибель с ханом и хочу добавить что когда мы думаем о навыках которые делают нас успешными в учебе мы почему-то думаем первую очередь о чтении письме конечно счет но почему-то забываем о креативности нам кажется что креативность это прирожденный талант и это нужно только людям которые занимаются музыкой искусством рисованием на самом деле искусство творчество и креативность разные вещи креативность это образ мышления который помогает нам видеть совсем по-другому привычные вещи решать задачи совсем по-другому более эффективнее даже и создавать что-то новое гибель с ханом как вы считаете вы креативный человек и если вы креативный человек как это помогает вам в жизни ну я думаю что на этот вопрос вы сами же ответили в начале занятия так как сказали о моих работах я себя сама тоже считаю креативным человеком и действительно профессия не имеет здесь значения а креативные люди они шире видят то есть их кругозор как будто намного больше они они видят то чего не не видят обычные люди я даже так сказала креативность очень помогают генерации идей то есть в создании идей в том чтобы решить какую идею стоит воплотить в жизнь а какую не стоит даже начинать я бы сказала креативность это успех и действительно креативность по жизни очень помогает в любой даже в работе можно использовать свою креативность потому что здесь дело в подходе как ты подходишь ты находишь необычные уникальные решения которые как я уже сказала не видят другие люди и еще один момент который я сама по своим наблюдением заметила люди в которых живет ребенок умеют творить и пока этот ребенок внутри взрослого человека живет они способны творить вот я бы хотела у вас спросить почему так происходит очень интересное наблюдение действительно это так потому что дети прирожденные изобретатели они все экспериментируют они готовы любят новизну и они совсем по-другому видят у них уникальное восприятие жизни а это происходит из того что маленькие дети пока учатся жить у них пока накапливается опыт у них формируется пока мышление и подход к жизни очень интересно да я согласна что дети более креативные чем взрослые вот мы сказали что искусство и креативность это разные вещи но я хочу здесь поговорить о том что искусство творчество помогает людям развивать креативность свою потому что искусство творчество как вы заметили сказали что помогает людям сравнивать аналитически мыслить интеллектуально развивать поэтому творчество и рисовать например использовать ножницы танцы музыка очень сильно влияет на развитие на интеллектуальное развитие детей я хотела бы спросить у вас вот мы знаем почему любят дети рисовать это как игра они понимают это как игра и в игре они экспериментируют а что дает взрослым рисование почему некоторые люди отказываются когда они взрослеют от игр от рисования от творчества а некоторые люди нет они очень любят всю жизнь рисовать или петь почему так происходит и что дает им творчество очень интересный вопрос на самом деле и взрослые люди когда рисуют это на самом деле проявляют внутренний мир и развивается у человека независимо от возраста его фантазия кстати которая очень помогает решить различные жизненные проблемы очень необычным путем рисование очень успокаивает и помогает избавляться от негатива если вы спросите у меня как я использую рисование то больше я использую в пользу релакса то есть в пользу успокоения избавления от негатива когда мне плохо там или когда мне хорошо это всплеск эмоций это то есть весь свой внутренний мир ты выплескиваешь на бумагу и это очень здорово это очень помогает душевно рисую для души скажем так очень хорошо и я хочу сказать что рисование не только для души рисование развивает мелкую моторику дети а это очень важно при письме и не только при письме ребенок становится самостоятельным он может себя обслуживать кроме этого когда мы занимаемся творчеством нам приходится сидеть нам приходится фокусировать свое внимание быть внимательным это конечно же повышает обучаемость детей дети больше готовы учиться а это очень хорошо влияет на развитие детей дети с развитой мелкой моторикой как вы уже отметили прекрасно пользуются приборами которые мы используем во время еды и у них почерк намного аккуратнее намного красивее но есть здесь один я бы сказала момент до тех пор пока они всему этому учатся они очень много пачкаются сорят не каждый родитель согласитесь готов к этому хаосу скажем так и руководствуясь опасностью например пользование ножницами многие родители вообще не разрешают детям пользоваться и я вообще молчу про игры с водой но я здесь хочу возразить тем родителям ну сами согласитесь давайте по-честному когда мы готовим на кухне еду что мы делаем конечно же пачкаем посуду иногда пачкаемся сами но мы же контролируем чистоту после того как мы приготовили еду мы же все убираем правильно вот творчество рисование вот использование ножницы и так далее они для ребенка такая же кухня лаборатория и дети по-другому не умеет учиться они так именно развиваются а насчет здоровья опасности это тоже можно контролировать нужно воспитывать у детей чистоту дисциплину и будь быть повнимательные да это занимает время но это важно дети развиваются и это вот работа творчество рисунки использование ножницы работа с ножницами дает больше плюсов чем минусов если мы учтем конечно же все моменты где там есть риски здесь не вспомнилась цитата из маленького принца антуана экзопери все взрослые сначала были детьми но мало кто из них об этом помнит ведь действительно давайте вспомним кто из нас не визжал от восторга прыгая по лужам да я помню я себя помню вы сами помните когда показывали ваши труды свои вот рис и рисунки родителям как они восхищались и когда ребенок видит когда ребенка хвалит за его труды когда учитель развешивает в классе в группе труды детей это же показывает что мы их ценим да не правда это показывает уважение и мы так воспитываем детей и в будущем они тоже будут уважать ценить нас и людей вокруг себя это не только интеллектуальное развитие это эстетическое развитие и воспитание очень важно чтобы каждый ребенок в своей семье чувствовал себя ценным чтобы он чувствовал себя любимым в своем родном доме и куда бы он не уходил чтобы он торопился вернуться в свой родной теплый уголок это очень важный момент каждый ребенок должен чувствовать себя любимым мне уже хочется рисовать давайте приступим что мы будем делать сегодня я предлагаю сделать зимнюю композицию так как у нас на дворе зима для этого нам понадобятся значит обычные бумажные салфетки ватные диски ватные палочки емкость с водой и гуашевые краски по поводу гуашевых красок хочу сказать что не нужно заморачиваться тем что это трудно смывает обычной тряпочкой можно стереть наша зима до ямварь месяц январь и у нас зима ну зимой что обычно бывает у нас снег да снеговик мы видим здесь начнем с нашего снеговичка берем ватный диск смачиваем водички и лепим вот сюда да да вниз отлично нам нужно три кружочка наверно потому что это снеговик таким же образом смачиваем ватный диск делаем туловище для нашего снеговичка и последний голову я постараюсь быть аккуратно дальше я готова так дальше значит мы будем делать ручки нашему снеговичку для этого мы будем использовать ватные палочки берем две штучки до смачиваем таким же образом как снеговичка когда делали так с двух сторон смачиваем приподнимаем туловище то есть кружочек который в серединке и таким образом прикрепляем вот так но очень интересно что мы не используем клей мы только пользуемся водой с помощью воды мы клеем отлично и плюс еще в том что когда высохнет она сама спадет даже не нужно будет ничего отлеплять так так теперь зимой у нас снег еще бывает я предлагаю сделать снег снег глаза не будем делать будем делать но немножко позже хорошо да давайте сначала снег сделаем берем бумажную салфеточку рвем на кусочки и таким же образом смачиваем водички и крепим я хочу здесь сугроб сделать например по одному нужно до смачивать по одному по 2 как хотите даже целую салфеточку конечно это же творчество это ваша идея и как вы хотите можете сделать я так попробую и несмотря на то что мы делаем одно и то же в итоге у нас получится разное посмотрим также у деток которые сидят у экранов по одному аккуратнее получается да я буду делать да но можете плотнее например еще второй слой третий слой тогда цвет будет ярче это зависит уже от вас и от вашей задумки может не сугроб тоже делать как хотите попробую как у вас веселый получился снеговичок до как же не радоваться извините я думаю что достаточно снега давайте сделаем снег который выпадает выпадающий снег для этого мы будем использовать вату маленькие маленькие кусочки и смачиваем водички ну я хочу по-другому делать я хочу использовать голубой цвет потому что мне кажется что голубой снег это очень красиво да вы можете использовать грибан из хана сюда можно добавить одно дерево какое дерево всегда зеленый вечно зеленые а давайте подумаем это конечно же наша елочка давайте нарисовать нарисуем елочку елочки мы с вами будем рисовать при помощи гуаши берем пальчик указательный и макаем в краску и рисуем значит как мы будем рисовать наша елочка состоит из трех треугольников правильно давайте начнем где мы кажете где хотите давайте я здесь на этот раз вот один треугольничек основание нашей елочки побольше сделайте потому что это основание потом второй треугольничек немножечко поменьше и последний третий треугольничек самый маленький смотрите ребятки как вам наша елочка очень красиво а мы нарисуем по-другому мы же умеем рисовать елочку но с помощью заглавные буквы а да приступим я вам покажу вы знаете как это можно рисовать очень интересно с помощью буквы а да давайте я сейчас найду место вот это буква а видите интересно сверху снова мы нарисуем буква и у нас получается елочка смотрите вот и все наша елочка готова красиво давайте мы все-таки лес сделаем я хочу еще елочек нарисовать попробуем на этот раз я хочу пробовать с треугольниками на я буквы а давайте давайте снежок уберем здесь немножко я вот здесь прямо на сугробе хочу рисовать я наверно вот здесь как вы думаете не испортят если я здесь нарисую нет нет конечно это же лес а в лесу деревья у нас расположены хаотично ой интересно интересная елочка получается вот это первая буковка а теперь вторая буква а поясок и третья достаточно оригинально с треугольниками очень просто и быстро получается рисовать елочку не понравилось да мне тоже понравилось она более такая нарядная получается и мы добавили краску да очень хорошо смотрится но и хочется еще краски что можно еще нарисовать давайте нарисуем солнышко ну как вам нравится идея я предлагаю нарисовать солнышко вместе в знак дружбы давайте я только за давайте в серединке нарисуем хорошо давайте так начнем давайте эту половинку я буду эту половинку выдавать а так так отлично давай еще лучки нарисуем отлично зимнее солнышко чего-то нам не хватает да я жду с нетерпением давайте-ка нарисуем нашим снеговичкам глазки и кротик давайте давайте руками будет до руками конечно у моего снеговичка будут синие глазки давайте попробуем я начинаю с улыбки а я глазки вот вот так мой снеговичок тоже будет улыбаться спасибо гильбианис ханом нам очень понравилось это было очень увлекательно интересно и я очень многое новое узнала спасибо большое мне тоже было приятно с вами работать и на самом деле очень интересная и красивая работа у нас получилась до свидания до свидания до следующих встреч и и и и и и